Добрый вечер! В эфире новости 24. С событиями на этот час вас ознакомлю я, Махач Курбанов. Небольшой анонс. В селении Хатада Шамильского района прошел маджлист, посвященный 80-летию шейха Саиды Афанди Аль-Чиркови. Быть народному стадиону или построить школу. Над одним из участков сепараторного поселка ведутся прения сторон. Дагестан начинает поставку халяльного мяса баранины в Иран. Об этом сообщает Минсельхоз республики. В селении Хатада Шамильского района состоялось богословское мероприятие. Маджлист посвящен 80-летию шейха Саида Афанди Аль-Чиркови. Почтить память ученого в высокогорный аул приехали сотни верующих. Перед публикой выступили ученые и близкие шейха. Они говорили о пользе знаний, искренности в богослужении и проявлении этики к праведникам. Старейшины села с воодушевлением читали его стихи, исполняли нашиды. Выступающие рассказали о жизнедеятельности и мудрости достаточнимого шейха Саида Афанди. Однажды к Саиду Афанди пришел ученый человек. Он сказал ему, если ты шейх, докажи это, покажи мне необычное явление. Шейх ответил ему, я простой пастух, а ты большой алим, но тем не менее ты пришел ко мне. Разве этого недостаточно для тебя как доказательство? Всевышний Аллах возвеличивает праведников, поэтому к шейху приходят как ученые, так и большие чиновники. Маджлист традиционно завершился коллективной молитвой. После его завершения верующие направились на то место, где ровно 10 лет назад сидел шейх Саида Афанди и молился Всевышнему о благополучии хатадинцев и всего Дагестана. Жители села в знак памяти об этом установили монумент. Быть или не быть стадиону в сепараторном поселке. Несколько месяцев назад на нашем телеканале в передаче «Острая тема» была затронута тема заброшенного участка земли, на котором жители поселка намерены возвести народный стадион. Накануне в администрации Махачкалы по этому поводу состоялись слушания. В обсуждении приняли участие заместители мэра Махачкалы Курбан Курбанов, спортсмены и представители общественного совета сепараторного поселка. В предсоветском союзе в сепараторном поселке функционировал стадион, но со временем на его месте образовалась огромная площадь пустующей земли, дальнейшая судьба которой все еще находится под вопросом. Жители поселка вот уже на протяжении более 10 лет грезят мечтой о возрождении народного стадиона. Они всеми возможными способами пытаются добиться постройки заветного спорткомплекса. В администрации города утверждают, что образовательные учреждения в этом районе нужнее, чем спортивное сооружение. Но жители сепараторного поселка уверяют, что таких учреждений в районе предостаточно, и существует острая необходимость именно возведения спорткомплекса. Сепараторный поселок – это такой особый поселок. Население сепараторного поселка почти 100 тысяч человек. И от поста ГАИ, северного поста ГАИ города Махачкалы до инфекционной больницы и далее до троллейбусного кольца и до стадиона труда. Нет ни одного стадиона, где бы могли люди заниматься спортом. А спорт и духовный, и спорт они вместе рядом идут. И поэтому мы отстаиваем вот эту территорию для того, чтобы там был стадион. Каждая из сторон выдвигает доводы в пользу своей позиции. После долгой дискуссии представители администрации и делегаты от сепараторного поселка пришли к выводу, что имеет общую цель – принести пользу людям. Решение приняли, что на данном земельном участке будет располагаться объект социального назначения. Либо образовательного, либо досугового, либо спортивного. Место проведения для граждан данного микрорайона. Любое решение, которое примет муниципалитет, оно будет направлено только на удовлетворение нужд жителей данного микрорайона. Мы очень благодарны за сегодняшнюю встречу. Очень была продуктивная встреча. И в дальнейшем тоже мы надеемся, что найдем общий язык. И общими усилиями мы отстаиваем, там будет стадион. В дальнейшем стороны намерены совместно составить документ о возведении объекта социального назначения на пустующей территории. После чего решение о его подписании останется за главой республики. Абдулла Алифгилач, Курбан Алиф, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан начинает поставку халяльного мяса в Иран. Первая партия, которого из Дагестана в Иран, будет отправлена уже в конце октября. Основной поставщик – ООО «Кизляр-Уридский мясокомбинат». Как сообщает Министерство сельского хозяйства Дагестана, поставлять будут в основном баранину, соответствующую всем стандартам маркировки халяль. Объем поставок – 800 голов в сутки. Хотя в министерстве отмечают высокий спрос с иранской стороны до 3000 голов. В планах у руководства предприятия увеличить поставки в два раза с первого полугодия следующего года. По статистике, на дорогах Дагестана погибают сотни человек. Самыми распространенными видами ДТП являются столкновения транспортных средств и наезд на пешехода. Сотрудники ГИБДД, МЧС и Центра медицины катастроф накануне провели совместные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. В ходе мероприятия столкновением двух автомобилей было имитировано условное ДТП. Одно из транспортных средств откинуло на обочину. От удара возникло возгорание с угрозой последующего взрыва. Очевидцы немедленно сообщают в оперативные службы. Огнеборцы потушили горящий автомобиль, а спасатели быстро и грамотно деблокировали пострадавшего. Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты Центра медицины катастроф оказали пострадавшему помощь. И эвакуировали его в одно из медицинских учреждений Махачкалы. Далее сотрудники ГИБДД провели предусмотренные в подобных случаях следственные мероприятия. Скромно, но с позитивными итогами за прошедшие 9 месяцев дагестанские таможенники отметили профессиональный праздник. К своему дню таможенники подошли с достойными результатами. За 9 месяцев текущего года таможни перечислено в бюджет 3,5 миллиарда рублей. На торжественном собрании должностные лица таможни. Работники и ветераны службы были отмечены благодарностями и поощрены ведомственными наградами. Стало доброй традицией, когда вновь принятые сотрудники перед лицом коллег в этот день принимают присягу на верное служение Отечеству. Именно им предстоит продолжить славные традиции, ответственно выполнять задачи, поставленные перед Родиной. Дагестанская таможня Дагестанская таможня представляет собой уникальную структуру, состав которой входят практически все виды пунктов пропуска. Это воздушный, железнодорожный, морской, автомобильный. Одной из основных задач дагестанской таможни является осуществление экономической безопасности российского государства. Ансамбль «Лезгинка» и «Алан» представит в Махачкале совместную концертную программу. Два коллектива появятся на сцене Большого зала Русского театра 23 и 24 ноября. В этот день для гостей жителей столицы в рамках концерта «Мир сквозь танец» будут исполнены лучшие хореографические номера. В рамках концерта танцы ансамбля «Лезгинка» познакомят зрителей с обычаями дагестанского народа, его мужеством, благородством, гордым и стойким характером, неповторимой самобытностью. Каждая концертная программа ансамбля показывает насыщенные национальным колоритом хореографические композиции. В свою очередь, государственный академический ансамбль танца «Алан» – символ красоты и воплощения осетинского народа, с блеском представит культуру своей родной республики. По словам гендиректора дагестанского ансамбля Джамбулата Магомедова, в данный момент идет серьезная подготовка к мероприятию. В концертную программу войдут только лучшие номера ансамбля, подчеркивает Магомедов. Ну и курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 61 копейка и евро 67 рублей 77 копейк. Смотрите наши новости и на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин